Тема для меня новая, увлекательная, интересная. В какой-то мере даже просто хочу сказать, благодарен по-настоящему пастору Валентину за такое предложение. Но сразу хочу сказать, это не будет такое исчерпывающее учение на означенную тему. Это не будет курс, который можно будет расписать на четкие пункты. Это будет некое эссе. Слово эссе – это хорошее слово. На всякий случай, я смотрю, реакция такая. Вот. То-то же. Да. Скажите, пожалуйста, кто из вас слышал про христианский сионизм? Пастор Валентин, спасибо за поддержку. Больше никто не слышал. А, вот еще брат слышал. Да, еще Даниил слышал. А, так тогда нормально, эссе с головой. Хорошо. Это очень хорошо. Тогда я понимаю, почему пригласили меня. Да. А, как вы думаете, что это значит христианский сионизм? Желающий, пожалуйста, выскажите свое соображение. Поднимите, пожалуйста, руку и выскажите свое мнение. Если можно. Ну, просто, даже если вы не слышали, ну, оба слова понятны, да? Кому понятно первое слово? Поднимите, пожалуйста. Ну, это непонятно. Первое слово христианский непонятно. Нет, само по себе. Само по себе понятно. Кому само по себе слово христианский более-менее понятно? Поднимите, пожалуйста. Понятно. Так. А кому понятно само по себе слово сионизм? Поднимите, пожалуйста. Ничего, ничего, ничего. Да. Вы знаете, мой помощник и друг Андриан такой, как-то решил бороться за то, чтобы его бабушка, стала ко мне хорошо относиться. И как-то после того, как во второй раз удалось бабушку вытащить к нам на какой-то шаббат, он беседовал с ней дома, ну а бабушка выражала то, что она обо мне думала, совершенно искренне. Я не думаю, что это место, где нужно об этом говорить. Вот. А Андриан ее увещевал и говорил, что она меня не знает. Что, в общем-то, все не так запущено, как ей кажется. И когда личные аргументы были исчерпаны, религиозных она, так сказать, не воспринимала, Андриан сказал, ну бабушка, ты знаешь, ну вот у него же, у Бориса, у него отец живет в Израиле, а брат, так вообще, один из известных сионистов. Брат у него был тут в подпольной сионистской организации. И тут, в общем, и бабушка, как ни странно, очень заинтересовалась. Она послушала про брата, посмотрела на Андриана и говорит, Андриан, как тебе не стыдно? Сионисты, это же фашисты. Такая потомственная еврейская бабушка, знаете, у которой все подруги сплошь еврейки. Не говоря о родственниках. И, вы знаете, как ни странно, эта история очень показательна. Потому что для многих постсоветских людей слово сионизм обозначает одно из серьезных ругательств. Я помню время, когда одна из самых популярных газет «Комсомольская правда». На третьей странице, я помню четкое расположение этой рубрики, третья страница, разворот «Комсомольской правды». Вот здесь, вот, внизу, в правой части, в ней была постоянная рубрика. Знаете, как в газетах, в журналах, постоянная рубрика. Обычно эта рубрика была названием и под ней черта. То есть, это было понятно, что это не название данной заметки, а это название рубрики. А под этой рубрикой уже шла какая-то заметка со своим отдельным названием. Так вот, знаете, как называлась рубрика? «Сианизм-этофашизм» – это постоянная рубрика в «Комсомольской правде». И вы помните, ну вы не, наверное, ну кто-то знает из вас, что в Советском Союзе был знаменитый антисианистский комитет. Кто слышал про него? Новое поколение, давно выбравшее Пепси. Был такой на государственном уровне якобы добровольно-общественный комитет, в который входила куча запуганных евреев и пару интеллигентных русских для развода. Анатолий Карпов ходил, да? И, в принципе, это была большая, продуманная, целенаправленная, мощная политика Советского государства. Кстати, молодое Советское государство определилось с этой политикой уже в первые годы. В то время, как все национальные языки получали свободу и широкие права после Октябрьской революции, если мне не изменяет память, в 1919 году советская власть приняла очень странный декрет о запрещении преподавания еврита. О запрещении преподавания еврита. Как языка мелкобуржуазного, используемого еврейскими националистами для того, чтобы отвлекать широкие еврейские трудящиеся массы от целенаправленной классовой борьбы под руководством Коммунистической партии и ее неувядаемых вождей. И вот эту позицию по отношению к сионизму советская власть последовательно, в общем-то, невзирая ни на какие зигзаги генеральной линии, выдерживала до упора. Поэтому у всех людей, которые были воспитаны, сформировались при советской власти, на самом деле отношение к сионизму, вообще, может быть, даже не к сионизму как таковому, но к этому понятию и к этому слову «нутряное» резко отрицательное. Я наблюдал, как евреи, говоря между собой и употребляя слово «сионизм», машинально понижают голос. Знаете, как вроде бы кто-то случайно матюкнулся, вырвалось, и он понимает, что нужно по крайней мере как-то снизить эффект. Евреи между собой. Это очень важно понимать. Почему важно? Потому что вот эти тормоза, которые появились у нас не вдруг, а были заложены чуть ли не наследственно, они действуют. и нужно время для того, чтобы преодолеть эти тормоза, для того, чтобы избавиться от этих клише, избавиться от вот этих стандартных установок, которыми мы были все напичканы. Сионизм – это одно из ярких проявлений отношения к сионизму. Но этих же установок много. И даже те, которые не воспитывались при советской власти из вас, на самом деле отчасти несут на себе определенную печать вот этих вот, как говорили в советское время, пережитков прошлого. Придя к Господу, мы рождаемся свыше. Да? Что рождается свыше? Кто рождается свыше? Дух. Чудно. А душа? А вы все знаете. Слава Богу. То есть, после того, как появился наш новый человек, ветхий помер, новый родился, наш Духа жил, он теперь связан с Господом, то теперь Бог уже не только извне, но в первую очередь изнутри преобразует, обновляет, освящает, изменяет нашу душу. Скажите, пожалуйста, а какую-то роль мы сами в этом освящении и обновлении и преобразовании играем? Вот поэтому вы здесь и учитесь. Потому что, если бы мы были пассивной частью этого процесса, то нам не учиться, ничего не надо. Все, Бог нас взял за шкирки и прогоняет через ряд духовных процедур. И в результате всего этого мы выйдем, помните, как Иванушка, дурачок, который прыгал в разные чаны со всякими там водами и постепенно с мертвой, живой, там кипящей, такой-сякой, и в конце концов нет, это царь сварился. А Ванюха поумнел, наблюдая за процессом вываривания царя. Но даже там Ванюхе надо было прыгать, если вы помните, да? Прыгать надо было все-таки ему. А нам нужно не только прыгать, нам нужно день за днем отталкиваться и обновлять наш разум, товарищи. Правда? Да. Нам нужно преобразоваться обновлением ума нашего. Ум – это часть души, которая влияет на усе. В нашем духе уже есть ум Ишио. Но нам нужно раскрывать его, чтобы наш ум стал частью ума Мессии. чтобы наши мысли, что такое? Ум Мессии, ум Христова. Это новый ум, в котором все мысли пропитаны его помазанием. В котором все мысли и каждая в отдельности, и все в целом, в их связи, они идут в русле, которым их направляет вечное помазание. И они не только сами помазаны, но эти мысли они приносят и они распространяют помазание Господне. Поэтому мы и говорим о таких стандартных впечатлениях, которые у нас вынесены из прошлой жизни или из того, что мы слышали о прошлой советской жизни. Это часть преобразования нашего ума. это часть преобразования нашей души. И у нас есть один критерий, один стандарт, один эталон, по которому мы преобразовываем наш ум. Это не эта веселая мордочка, а то, что под ней. Слово Божие. Правда? Да? Слово Божье. И, конечно, откровение Нового Завета, откровение Брит Хадаша, что Слово Божье стало плотью, оно позволяет каждому верующему понять совершенно невероятно, потрясающе, глубочайше и живую связь между написанным Словом Божьим, между тем человеком, который единственный всех людей полностью совершил, исполнил это Слово своей жизнью. Полностью. и тем человеком, который был и есть Словом в действии. и также связь с теми Божьими словами, речениями, которые в каждом дне нашей новой жизни Бог открывает нам для каждого дня нашей новой жизни. И которое становится нашим духовным хлебом. Как сказано в молитве отчет нашей, дай нам хлеб насущный на этот день. Вот это великое откровение Нового Завета, оно помогает понять нам связь между написанным Словом Божьим, воплощенным Словом Божьим. И то, и другое называется Новом Завете Логос Юремой, Довар, как бы произнесенным в нашу жизнь Словом Живого Бога. Каждое произносимое Богом в нашу жизнь Слово, оно основано на этом Слове, исходит из этого Слова, часто является частью этого Слова. Но для нас оно становится живым только только через Ешуа, который оживил, исполнил и открыл до глубины это написанное Слово. И теперь живет внутри нас, в нашем духе, раскрывая это Слово нашей Души. Что-то мне захотелось вам это сказать. Откровение Нового Завета условий Божьих помогает нам понять и все больше понимать и все больше входить в это понимание и все больше жить этим пониманием. Пониманием связи между написанным Словом Божьим Библией, между воплощенным Словом Божьим Сыном Божьим Ешуа Гамашиа и между тем Словом Живого Бога, которое произносится в нашу жизнь. Так или иначе, в той или иной форме каждый день и которое должно стать для нас насущным хлебом, должно стать необходимой живой пищей для нашей души, без которой она жить не может. и все это невозможно без открывшегося в нас и живущего в нас и действующего непрестанно самого Господа и Спасителя, Сына Божьего Ешуа Гамашиа Иисуса Христа, еврейского мессии, царя царей, нашего друга и брата. Мы имеем невероятную, как принято говорить, привилегию иметь Его нашим постоянным главным Учителем. Нам необходимо учение извне, поэтому вот здесь. Нам необходимо самим учиться. И вы, конечно, учитесь, читаете Библию, вы читаете другие книжки. Не только таким образом, вы расспрашиваете, вы говорите друг с другом и так далее. Но каждый верующий Нового Завета имеет невероятное преимущество. Он может постоянно учиться изнутри, из Его собственного Духа. И здесь Его прямой, непосредственный Учитель, Сам Спаситель, Сам Господь, Само Слово, помазанное Слово, которое учит Его сверхъестественным образом. Как написано об этом в первом послании Иоанна? Во второй главе, в двадцатом стихе. «Впрочем, вы имеете помазание или иногда говорят, ну ты же знаешь, что более грамотно говорить помазание. Да знаю, но все уже привычно говорят помазание, я так не стараюсь выделяться. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». и двадцать седьмой стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него или помазание, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Это основа любого учения верующих Нового Завета. Это основание, это каркас, это суть, это скрепляющий раствор и это вершина всякого обучения детей Божьих, учеников Ишула в Новом Завете. И то, что мы с вами говорили только что, сформулировано в следующем стихе. Итак, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. И дальше. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в предшествии его. Это, знаете, когда-то для меня первое Иоанна было настольной книгой. Я, знаете, такой человек ограниченный. Я не могу, чтобы у меня вся Библия была настольной книгой. На какой-то период в моей жизни какие-то отдельные книги. Такие были настольные книги, на какой-то другие. У меня был период полудорогодичный, когда первое Иоанна было моей настольной книгой. Я получил такие откровения для своей практической жизни из первого Иоанна, которые для меня могли сравниться с теми, которые я получил из где-то может быть трех-четырех глав послания к римлянам и салмов там еще нет. Вот. И в принципе действительно потрясающе, потому что это основа всякого учения и обучения. Итак, то есть поэтому дети или в конце концов поймите дети пребывайте в нем помазание, которое вы получили от него. То есть с чего все начинается? С кого все начинается? всякое обучение начинается с помазанного, с помазанника, с большой буквы, с машеха, которого мы получили без наших заслуг, без наших усилий, просто в смирении, пока я не открывшись. и уже от него мы получаем все, просто все. И ничего, что нам нужно, мы не можем получить нигде, кроме как от него. И если у нас есть иллюзия, что мы что-то получили из другого источника, то это одно из двух. Либо это иллюзия, либо это не то, что нам нужно. И вот все начавшись от него, из него, с ним, созидает нас, учит нас, слова созидать, назидать, строить, наставлять, учить, они очень похожи, правда, в русском языке, есть общие в оригинале. Все это нас созидает, учит, наставляет. И все это укрепляет нас в нем, утверждает нас в нем, направляет направляет к нему, к новому откровению Яшуа для нас и в нас. Раскрывает те уголки нашей души, в которых он не мог пребывать для него и помогает нам входить в такие его глубины, которые не были открыты для нас до сих пор. Это взаимопроникновение Яшуа, верующего и верующего Яшуа. и есть главная цель всякого обучения нашего, как верующих, но у вас это суть этого обучения и метод этого обучения. Таким путем мы учимся тому, что помогает нам пребывать в вечности. Итак, все, что началось с него ведет нас опять к нему. И все, что мы получили от него не может быть ценным само по себе, а ценно только насколько помогает нам ценить его. Помогает нам ценить его. Все самое лучшее, что он дает нам, оно хорошее только потому, что открывает нам его больше и больше. И не только Ешуа, который жил здесь на земле, который пребывал здесь, который совершил за нас колгофское искупление, который воскрес из мертвых, который вознесся и который сейчас творит милость Божию нам и является руководителем нашей жизни и служения, но открывает и того Ешуа, который грядет к нам во славе. Посмотрите, и так, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. То есть, все верующие направлялись Духом Святым быть сосредоточенными не только в умершем и воскресшем, но и в грядущем к нам во славе Спасителя. Вот, кратко говоря, основание и суть нашего обучения. Да? И если мы доверяем Ему в этом, то Его помазание будет преобразовать все в нас и раскрывать нам Его истинную волю. Его Слово написанное, оно станет написанным не только в нашем духе, но и в нашем разуме, в нашей воле, в наших эмоциях. Оно станет живым во всей нашей душе. И чем более это Слово будет живым в нас, тем более мы будем оживать, наполняться Его жизнью и жить Его жизнью в этом реальном мире и распространять Его жизнь вокруг себя и побеждать смерть во всех ее проявлениях. это призвание всех верующих независимо от динаминаций, служения, частной принадлежности и непосредственных заданий, которые они имеют от Бога. Аминь? И с этой точки зрения мы можем рассматривать любую тему. Ну и конечно снова я хочу повторить то, что я уже говорил сейчас в начале этого экскурса. то, что здесь написано не значит, что нам не нужно никакое внешнее обучение. Вся Библия показывает, что мы нуждаемся в этом. Здесь говорится о другом. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. В каком смысле? в каком смысле само это помазание учит нас? Опять же, оно не учит нас, когда мы пассивны и не участвуем в этом обучении. Это помазание учит и наставляет тех, которые хотят учиться, которые включаются в процесс обучения, которые не останавливаются в этом обучении, даже если остановились, то потом снова опомнившись, идут дальше. Тех, которые пробуждают в себе это помазание, тех, которые используют все для того, чтобы полнота истины, заложенная в них, открывалась не только в их духе, но и для их разума, для их воли, для их чувства, эмоций, памяти, совести и так далее. Те, которые используют стопроцентный потенциал, знания, заложенные в них, те, которые, выражаясь философским языком, актуализируют потенциальные, ну, мы же должны что-то там такое, просто это не должно пугать. Для них это помазание становится великолепным учением и раскрывает главного учителя, который всегда должен быть нашим главным учителем во всем. Аминь? Но этот главный учитель, живущий в нас и пребывающий одновременно на небесах, совершивший все ради нас и грядущий в полной славе, он одновременно посылает нам учителей, разных учителей, для того, чтобы мы с их помощью могли пробудить и раскрыть этот потенциал знания и обучения, находящийся в нас и во многих случаях просто дремлющим из-за того, что дремлем мы. И само это послание апостола Иоанна является опровержением крайностей, будто нам не нужно ни у кого учиться, горделивых супердуховных крайностей, которых сейчас снова пригружают некоторых верующих. потому что если бы те верующие, мы с вами не нуждались во внешнем обучении, то апостол Иоанн ничего бы не написал. Вы понимаете? Зачем ему было бы учить их, наставлять их этими словами, если бы помазание, живущее в них и в нас, автоматически сделало бы все это и многое другое. Поэтому слава Богу за полноту Слова Божьего, оно открывает нам цели, смысл, процесс, методы нашего познания и предостерегает откройности. Да? Что-то мне так захотелось поговорить немножко на эту тему.